Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. В первую очередь это относится к обязательной пятикратной молитве, являющейся столпом религии, в отношении которой посланник Аллаха, да благословит его Всевышний, сказал. Первое, за что будет произведен расчет с рабом Аллаха в день воскрешения, будет намаз. Если намаз его будет хорош, то хорошими будут и все остальные его деяния. А если же намаз его окажется негодным, то и остальные его деяния окажутся негодными, передал хадис от Табарани. Подобных высказываний множество, они дают понять ценность и важность молитвы. Давайте обратимся к достоверным книгам, составленным нашими праведными предками, чтобы лучше понять, что ждет человека, переставшего совершать молитву, и самое главное, что он при этом теряет. Первое. Лицо человека, пренебрегающего обязательной молитвой, лишено света богобоязненности, а сердце – истинности веры. От Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Всевышний, сказал. «Для того, кто будет бережлив к своему намазу, он станет светом, ясным доказательством и спасением в день воскрешения. А для того, кто не будет бережлив к нему, не будет ни света, ни ясного доказательства, ни спасения. И в день воскрешения он окажется вместе с Коруном, Фараоном, Хаманом и Убайем ибн Халяфом». Хадис передали Ахмад и Банхибан. Второе. Заработок, добытый честным трудом и потом, перестает быть благом, и пропитание его остается без благословения. Науфаль ибн Муавия, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. «Тот, кто пропустил намаз, подобен лишившемуся своей семьи и имущества», — передал Хадис ибн Хибан. Третье. С момента, когда человек сознательно пренебрег совершением намаза, зная о его обязательности, он становится врагом Господа, своего Творца и Создателя, приобретая при этом симпатию и дружбу сатаны. Таким образом переходит в стан того, кто, испытывая лютую ненависть ко всему человечеству, воюет с потомками Адама, возвеличенных Всевышним, всеми способами отдаляя их от его милости. За это сатана проклят Аллахом в небесах и на земле до судного дня. И в этом такой человек становится притеснителем в отношении всех верующих людей и помощником, творящих несправедливость. Четвертое. Если такой человек не раскается, то ему грозит быть в числе тех, кто проклят Богом во всех священных писаниях — Торе, Таурате, Псалтыре, Зубаре, Евангелие, Инджиле и в самом Коране. Небеса и земли, солнце и луна, каждое животное, растения и насекомое посылают на его голову проклятие до тех пор, пока он не вернется с молитвой к покорности Господу. Пятое. Тот человек, кто не раскаялся и не возместил обязательные молитвы, в свой смертный час испытает величайшую печаль и разочарование. Осознанием им того, что ничего уже нельзя вернуть и изменить, усилит его предсмертные и могильные муки. В судный день среди людей он будет воскрешен несчастным, с почерневшим лицом. Итак, переставший совершать молитву является из числа тех, кто уже в этом мире лишен счастья и будет лишен благ будущей жизни. Он из тех, кто за мирскую, проходящую жизнь продал будущую, вечную и потерпел в этом убыток. Пренебрегший обязательной молитвой сам лишает себя милости Божией в этом мире. Всевышний пять раз каждый день обращается к нам с призывом. «О мой раб, о сын Адама, мое любимое творение, приди ко мне, встань предо мною, помолись мне, поделись со мной своими бедами и тревогами, попроси меня, и я обязательно отвечу тебе». И как неразумен тот человек, который отказывался от встреч и общения с тем, в чьих руках находятся ключи от всех сокровищниц мира, сама его судьба и благополучие. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.